И вам слово. Как Татьяна сказала, действительно, я детский психолог, работал в системе образования с 2000 года и всегда нахожусь в детском коллективе. Сейчас по роду занятий я нахожусь в учреждении дополнительного образования, и там также детские коллективы, которые с ними всегда связаны, коллективы родителей. Также руковожу, создала и руковожусь в проект семейного образования. Сейчас это очень востребовано, популярно и модно. И там опять же у меня детский коллектив и коллектив родителей. Поэтому тема нашей встречи – детская агрессия. Для того, чтобы мы с вами перешли, вот, пожалуйста, мои контакты. Они потом продублируются еще в конце. Если вдруг на какие-то вопросы вам понадобится более подробная консультация или какая-то тема будет с вашей точки зрения требовать дополнительного участия. Участие. О чем мы сегодня с вами поговорим? Успеем за эту встречу? Конечно, сначала мы поговорим о том, какие взгляды на агрессию вообще существуют. Эта тема достаточно новая. Только в 20 веке она начала разрабатываться теоретически. Но нам, как практикам, она важна для того, чтобы мы поняли, что нам ближе, какая теория и, соответственно, какие коррекционные мероприятия мы можем применять. Потому что это очень индивидуально. Каждому близко что-то свое. И каждый встречается с каким-то определенным видом. Затем поговорим о форме и вида агрессии подробно. Потому что это не только про детский коллектив. Это бывает и про нас, взрослых, и про наше общение между собой. Остановимся на возрастном аспекте. Потому что в каждом возрасте есть свое. Что-то есть, еще является нормативным поведением. А что-то уже требует с нашей стороны вмешательства как со взрослого, чтобы не закрепить. Познакомимся с тремя диагностическими методиками. Очень интересные, простые для практиков. И в то же время действенные. Затем перейдем непосредственно к практике. Расскажу о типах детской агрессивности у детей. И, соответственно, какие приемы, слова, прямо с вами попробуем словами говорить, чем мы можем их успокоить. Перейдем затем к нам, к взрослым. Мы тоже участники всех этих неприятных ситуаций. И мы тоже в них влечены. И поэтому испытываем необходимость себе помогать, не поддаваться на провокации. И теперь с ростом соцсетей, с ростом всех чатиков и ресурсов, средств связей у нас еще с вами для воздействия есть родительская среда. Вы знаете, что детские конфликты могут очень, очень при очень перейти в неприятные формы среди родителей. То есть конфликты родителей. Мы как-то с вами все были свидетелями, пронесли, что это неприятные новости по новостям. Что даже пришлось применять физические воздействия друг к другу родителям. Это недопустимо. Стараемся это избежать, заработать методы приема. Итак, мы с вами останавливаемся на теории понятия агрессии. И первое, конечно, куда без него? Дедушка Фрейд и с ним неофрейдисты, они сказали, что агрессия как таковая вообще в принципе присуща человеку. Я буду кратко вам говорить, но наверняка вы таких детей встречали. Просто она есть как у живого человека, как инстинкт. Она может быть представлена как в виде желания смерти, к смерти все это идет. Или саморазрушение, или направленное на разрушение другого человека. Как вот есть в связи с тем, что мы живые люди. И все. Она ничем не определена. Ни событиями, ни историями, ни причинами. Данность. Следующая. Теория фрустрации, агрессии, что такие агрессивные действия или желания, или поступки возникают в связи с тем, что человек что-то хотел, стремился и встретил препятствия, не смог. То есть фрустрировался, не добился желаемого цели, споткнулся. И вот сколько, насколько сильно человек хотел чего-то добиться, возобладать и желать, настолько сильно попадать будет в фрустрацию, и такова будет сила агрессии. То есть все-таки это обусловлено каким-то возникновением препятствия. И человек начинает агрессивно действовать, чтобы добиться все-таки, вернуться к своему желанию. Следующим, мне очень она нравится, теория социального научения. Дело в том, что эти авторы придумали то, что агрессия как таковая, но как-то есть как у биологического вида, но не это главное. А главное, что мы, как существо социальное, учимся, учимся той или иной модели поведения. Когда смотрим на семью, на воспитателя детского сада, на учителя, на друзей. И если какое-то действие агрессивное имеет положительный результат, то есть я добиваюсь своего, оно закрепляется и становится желаемым объектом. Затем, если есть напряжение какое-то, я ему и есть объект, на кого я могу слить это напряжение в виде агрессивного воздействия на другого. Я видела, как это делают, я так тоже могу сделать. То есть человек не рождается с агрессивным инстинктом, по мнению вот этих авторов, а научается в процессе жизни. Это теория приятна тем, что авторы говорят, что тогда, если это научилось, теория, это агрессивное поведение вследствие чего-то обучения, значит можно применить какие-то мероприятия и научить другому. То есть модель открытая, что приятно, что вселяет надежду, скажем так. Ну, конечно, первое, самое главное, это микроклимат семьи, то есть 100 ребенок видят, по мнению авторов, он будет воспроизводить. Следующая, более такая грандиозная теория влияния. Эти авторы говорят о том, что, собственно, самого агрессивного, как вот негативного понятия не существует. Это все лишь взаимодействие людей, повод влиять друг на друга, представляете? То есть не то, что я вот имею напряжение и стравливаю его на другого, а я хочу повлиять, изменить поведение другого в свою желательную сторону какую-то. И тогда я применяю те или иные действия. И это агрессивность, это только способ воздействия и побуждения другого к действиям. И здесь мы встречаемся с понятием, они ввели нормы и правила, обычаи этого общества, где принято те или иные поведения, модели поведения. Что надо сказать, что если это понуждение, принуждение другого человека является социально одобряемым или социально обоснованным, вот, например, как маски, мы помним все эти истории агрессивного характера, оденьте в масковом магазине, мы вам не посчитаем вашу покупку, если вы там без маски, мы вас выгоним или штраф и так далее. То это уже не является агрессией, потому что это введено в понятие нормы и является для общества желаемым. Понимаете? И тогда теория влияния размывает эти агрессивные действия. С какой стороны, если в обществе это принято и это является полезным, то тогда это допустимое действие, влияние друг на друга. А только если он выходит из принятого в обществе нормы и правил, тогда да, это расценится как агрессивное действие. Все эти четыре теории, они, конечно, так, крупными мазками, есть там много еще каких-то подавторов, не будем на них зацикливаться, останавливаться. Рассматривают какой-то один механизм возникновения агрессии, и за него держатся, и говорят, что он единственный. Но на самом деле в теории может быть так возможно, а на практике такого не бывает. Здесь и история влияния, и социальное научение посмотренное, и собственная активность ребенка какая-то, если про инстинкт говорить. И, конечно, невозможность чего-то добиться. Просто мы должны с вами как практики понимать, что сейчас в данный момент является основным в поведении ребенка или того же там нашего коллеги, скажем так. Так, с этим мы закончили. Если у вас по этому вопросу все хорошо и понятно, со всеми согласны, я с ними, с этими учеными тоже согласна, мы переходим к следующему. Итак, агрессия. Понятие как будто негативное, но на самом деле сейчас в нашем мире мы говорим, это агрессия, это активность, это агрессивная реклама, это продвижение, это вообще как личность. Он такой молодец, он агрессивный, динамическая составляющая есть в этом слове. И, в общем, молодец. Поэтому мы должны с вами определиться, что для нас является предметом все-таки изучения, когда мы говорим, что необходима коррекция, а что, когда еще допустимо и так посмотреть на это, как что. Ну, да, активность, да, динамика личности. Итак, направление агрессии. Вовне, то есть на других людей или объекты. Это бывает физическая агрессия, она недопустима. Когда социально не одобрено, например, недействие полиции. Косвенное, на предметы швыряния и бросания, мы все знаем с вами это. И вербальное, словами. А на себя направление аутоагрессия. Действия, касалось бы, не такие заметные, да, никто от них не страдает. Но это тоже агрессия, достаточно разрушительная для личности. Мы говорим, что мы рассматриваем агрессию как процесс дезадаптирующей личности. И вот если даже человек проявляет аутоагрессию, направленную на себя, саморазрушающую силу, никто другой не страдает. Но человеку нужна помощь. Форма. Бывает форма агрессии открытая, это явно протекает. Бывает скрытая мечты, просмотр всяческих фильмов, игров с стрелялками и такими неприличными всеми вещами. Тоже агрессия. И проявление. Есть социально приемлемая форма агрессии. Например, та же самая сплетни. Вроде как агрессия, но когда мы не можем выразить напрямую, то она допустимая. А социальная форма, когда мы переходим в нормы и правила, которые приняты в обществе, причиняем другому вред, сознательный. И есть еще патологическая, которую мы не будем с вами рассматривать, потому что это не наши прерогативы. А это уже всяческие маньяки и так далее. Это с вами не наша работа. Соответственно, мы с вами останавливаемся по направлению работы с агрессией и вовне, и на себя обязательно. Работаем с открытой агрессией, скрытая, можем только с помощью диагностических методик посмотреть, и с проявлением асоциальной формы, то есть то, что мешает адаптироваться человеку в обществе. Всегда ли это так? С самого начала ребенок нуждается ли? Почему мы с вами этот аспект не можем пройти, его не рассмотреть с вами? Дело в том, что какая-то агрессия допустима в каком-то возрасте, а какая-то уже требует наших строгого вмешательства и коррекции. И вот когда это еще? Мы интуитивно про это чувствуем, конечно, интуитивно, но сейчас мы хотели бы это посмотреть конкретно каждому возрасту в лицо. Итак, 1-2 года. Собственно, агрессивных действий, как причинить вред, еще не существует. Это, скорее всего, эмоциональный эксперимент. Ребенок хватает маму за волосы, исследует лицо, достаточно сильно хлопает по лицу. У мамы ко мне, как к психологу, приходят. Ой, что с ним ребенком не так? Я вот страдаю. Мы с ним всегда, почти все сутки, глаза в глаза. Папа на работе, а он меня бьет. Конечно, мама хочет какое-то приятие, тепла, а здесь вот такое проявление. И мы говорим, что это не собственная личность ребенка. Это не значит, что он таким останется навсегда, что мамочку надо успокоить в первую очередь. А говорим о том, что главное не допустить закрепления, ни негативного, я-я, что ты делаешь, там хлопать по рукам, ни позитивного закрепления такого поведения. Вы знаете, что есть там со стороны родственники, которые умиляются, давай, ты мужик, хлопни посильнее. И то, и другое является недопустимым для закрепления ребенка, потому что главное здесь эмоциональная реакция взрослых для ребенка. Он нас перед период повторения, импитинга, все научается. Затем, ближе к конец второго года жизни, там у нас уже ребенок переходит я сам, я там уже сам с усам, у нас хочется какие-то желания уже формируется. И эмоционально дети реагируют достаточно сильно на какие-то фрустрирующие вещи, на неисполнение желаний, на не пошли в ту сторону, не купили в магазине. Но эмоциональная сфера еще не доступна ему для такой хорошей саморегуляции. И поэтому они бросаются на пол, кричат, устраивают истерики. Здесь мы тоже можем играть возрастом. Его слабая сторона, в то же время это его и для нас может быть помощь, подсказка. Так как эмоциональная сфера еще нестабильна, то ребенка легко отвлечь. Вызывать к его, возьми себя в руки, в этот возраст еще вокруг трех лет, рановато, конечно. Конечно, хочется, потому что уже разговаривать, речь присутствует, почти уже человек, вот такой серьезный взрослый, уже желание формируется. Тем не менее, легче отвлечь. Мы интуитивно это все делаем. Чем настаивать на исполнении каких-то правил. Хотя с правилами уже нужно знакомить. Вот три-четыре года. Четвертый-пятый год жизни. Здесь мы с вами встречаемся, собственно, уже агрессивными действиями. Тут они уже играют в разбойников, полицейских, ловят, сильно прижимают друг к другу. Это бывают и мальчики, и девочки. И это является нормой. Эмоциональная сфера формируется, напряжение уже, помните, прострационную идею, напряжение уже сформировано и требует выплеска. И игра подходящая форма для этого выплеска, энергии скопившейся. Поэтому агрессивные формы игры допустимы в этом возрасте. Их не надо сильно пресекать, нужно следить, чтобы они друг друга не повредили. Но что важно в этом возрасте? Если это игра, то у нас как раз начинается формирование навыков, правил. Та самая саморегуляция эмоциональной сферы через игру формируется. И тогда мы, как взрослые, не останавливаем саму игру в разбойников, бандитов, полицейских, преследователей. Но строго и четко придерживаемся правил. Если кто-то хочет эти правила нарушить, изменить, то мы здесь, взрослые, вступаем гарантами этих правил. Через это дети учатся той самой саморегуляции эмоциональной сферы. Это очень важный момент. Здесь в этом возрасте начинается саморегуляция. Нам нужно ее совершить, поддержать. 5-6 лет младшие школьники. Здесь же 5-6 лет и начинается эта сфера, допустим, до 8-9 лет. Одно, примерно тот же механизм работает. Здесь у нас уже должны быть выстроены, как приобретение коммуникативные навыки, уже должны быть усвоены социальные нормы, помним теорию влияния. Помните, которые мы там изучали? То есть это такие негласные правила уже должны присутствовать в жизни ребенка, усваиваться. И тогда агрессивное поведение уже является спецификой, в которую мы должны вмешиваться, не допускать. Ученые наши психологи, приятно, что это отечественные психологи, ввели два аспекта детей, которые могут влиять на возникновение агрессии. Это первое, по каким-либо причинам, неусвоение социальных норм. То есть ребенок каким-то образом дома, например, ему разрешено брать за лицо, тыкать. Он пришел в детский сад, в развивалку или в школу и тоже берет за лицо и тоже тыкает предметом каким-то другого человека. Эти мамочки говорят, ну у нас так дома принято, ну он просто такой общительный у меня. Значит, ребенок теряет. Мы должны с вами сконцентрироваться на том, чтобы помочь ребенку определить, что допустимо дома. Желательно, чтобы тоже это дома прекращалось. И что в детской среде недопустимо. Чтобы он тогда, если не усваивает негласные правила какие-то, чтобы он тогда с помощью научения через сознание и речь осваивал социальные навыки. А второе, предпосылки наши, отечественные психологи выделили, предпосылки семейного воспитания, так скажем. Есть некоторые правила, такие закономерности, которые в семье способствуют тому, что ребенок в этом обществе проявляет агрессивное действие по отношению к другим сверстникам и так далее. Они, например, не готовы занимать некоторую социальную нишу в классе, например, или группе детей. Хотят занимать другую нишу, или хотят дружить именно с этим мальчиком или девочкой, а не с другим. И идут к этому таким способом. Так вот, родители таких детей часто не устраивают, устраивают больше нет границ у ребенка. Они такие безграничные, вседозволенность. Затем игнорирование собственных потребностей ребенка. И бывают еще, ну, сами демонстрируют агрессивное поведение, пытаясь выразиться как можно корректнее. То есть ребенок видит модели агрессивного поведения в семье. Вот эти три аспекта семейной жизни способствуют тому, что дети проявляют агрессию, агрессивные действия в этом возрасте. И это требует коррекции. Ну и подростковый возраст. Там две группы. Подростки – это дети 10-11, младшие подростки. И, собственно, подростки 13-15 лет. Здесь про это сказано миллион раз. Кардинальные перемены в подростковом возрасте. Гормональные, физические, социальные, психологические, самосознание. Все это, конечно, вулкан, буря просто для того, чтобы ребенок отмазал агрессию в любых видах. И вербальной, и активной, и скрытой, и косвенной. Хуже, когда это, конечно, аутоагрессия. Потому что она не менее энергична. Все, что делают подростки с таким ярким фонтаном энергии. Но мы на этом не будем особо сейчас останавливаться, потому что на эту тему, мне кажется, посвящено много. И литературы, и так она ярко заряжена эмоционально. С возраста мы с вами закончили. Если у вас есть вопросы, или напишите, с каким возрастом вам интересно было бы больше проговорить. Это 3-4, или это 5-6, или это подростки. Чтобы я ориентировалась, какой для вас возраст, с кем вы работаете больше. Какой для вас возраст горячий и актуальный. А мы двигаемся дальше. Итак, мы познакомились с возрастами. И теперь переходим к диагностике. Для чего она нам нужна? С одной стороны, конечно, и так агрессия видна неожиданным взглядом. Но причины, почему она возникает, требуют некоторого внимания. Прид вами на слайде видны три методики. Две из них проективные, графические, и один опросник. По возрастам я разбила диагностику, для того, чтобы мы с вами ориентировались на тот возраст, который для вас актуальный. Начинаем мы с рисования с детьми старше трех лет. Конечно, можно и младше, но они плохо откликаются, могут отвлечься. Итак, диагностика, графическая методика кактус. По методике можно провести ее и в групповой форме. Но я проводила с практикой только в индивидуальной, конечно. Дети требуют присутствия рядом, вникания. Хотя можно и провести групповой, нарисовать все вместе. Но тогда опроса как такового не будет. Методика рассчитана на короткий срок, 10-15 минут. Эта проективная методика позволяет нам только приоткрыть внутренний мир ребенка. Через щелочку туда заглянуть и четко и жестко, что да, так и есть навсегда, не может, как и любая диагностическая методика, использоваться. А требуется только в комплекте с другими, с батареей методик, не перед вами. Для этого проведением нам не нужно сложный стимульный материал. Мы можем только взять листочек и цветные карандаши. Вот инструкция важна. Вы говорите, нарисуй мне только кактус, как ты себе представляешь. И больше ничего. Не влияем, не допускаем, не изменяем, не отвечаем на вопросы. При обработке вот этого рисунка, конечно, похвалим, скажем, эмоционально поддержим, мы считаем, как все графические методики, расположение, нажим, цвет. И, собственно, именно специфические штрихи для агрессии. Это образ кактуса, иголки, расположение, другие какие-то такие агрессивные, острые предметы. Что мы можем увидеть? Крупный рисунок, стремление к эгоцентризму, что является нормой до некоторого времени, до 6-7 лет в центре рисунка. Но если он выходит за листочек, он не уместился у меня, соответственно, это уже излишняя, защитная такая, повышенная, высокая самооценка, которая может являться защитной реакцией. Наоборот, маленький рисунок, положен внизу листочка, неуверенность в себе, зависимость. Вот демонстративность каких-то элементов дополнительных, скрытность, когда этот цветок, кактус, помещают еще, накидывают листочек какой-то, накидывают такие вуальку, такие линии, зигзаги, как будто его в колбочку сажают, чтобы он не продул, его говорят, и так далее. Далее, конечно, цвета важные для нас, и мы видим, что, собственно, ребенок, от чего он, от тревоги он такой, от того, что он скрытный, что-то ему есть скрывать, или он стремится доминировать. Отсюда мы уже делаем коллекционные мероприятия. Если вы проводите индивидуальные беседы, или все нарисовали, но с каким-то вы можете ребеночком побеседовать. Ой, все кактусы молодцы, а вот этот ребеночек, подойди ко мне, давай, расскажи мне примерная беседа у вас на слайде. О чем это кактус, какой домашний, где растет, сильно ли колется, когда подрастет, как изменится, видел ли ты когда-нибудь, можно потом говорить, есть ли у тебя такой внутри, чувствуешь ли ты его колючки, мешает ли он тебе, ну и так далее. То есть любая беседа проективной методики, как и любой проективной методики. Для чего мы это делаем? Пока у нас негативные переживания внутри, они нам мешают. Когда мы через продукты, продуктивную деятельность, рисунок, слова, краски, их выплескиваем, их власть над нами, над ребенком ослабевает. И поэтому мы можем потом уже с этим работать. Так называемый хэнтест, тест руки. Тоже рекомендует, видите, уже возраст, чуть постарше можно его использовать. Здесь вот так будет, такие 10 положений руки и 10 по 100 листочек. Мы для этого используем не сколько агрессию изнутри человека, сколько он может, как он воспринимает агрессию к себе по отношению. Также ответы ребенка учитываются в бланке, можете их записывать. Руки показываются в строгой последовательности. Там описываются результаты ответа ребенка, как агрессивные или дружеские, или там негативные. Их также потом при обработке учитывают. Мы с вами можем с помощью этого хэнтеста увидеть, есть ли агрессия в жизни ребенка. Это очень важно. У меня были дети, которые, воспитатели подозревали что-то, или учителя подозревали что-то. Но так как семья приличная, и мамочка молодец, то мы прибегли к такому тестированию, для того, чтобы ребенок смог что-то рассказать. И да, действительно, это послужило поводом дальнейшего беседы с родителями. Возможно, родители не всегда воспринимают какие-то свои стили воспитания, методы воспитания, приемы, как разрушающие ребенка. А ребенок может от этого страдать. Следующий опросник Баса Дарки. Здесь уже дети постарше, с 11 лет. Долгая методика. 75 вопросов. Она цена тем, это больше для средних школьников и старше, подростки и взрослые в том числе. Если есть на это время. Сейчас много методик, запакованных уже в онлайн формат. Вы можете, конечно, этим воспользоваться. Итак, Баса Дарки. Что в нем нового, прекрасного и почему он так популярен? Дело в том, что эти авторы рассмотрели не просто феномен агрессии, как инстинкт или влияние, или фрустрацию. Они посмотрели 8 шкал проявления агрессии. Вот они перед вами. И физическая, и косвенная, и склонность к раздражению, и негативизм, и обида, кстати. И подозрительность, и вербальная агрессия, и чувство вины. Убеждение человека, что он точно является плохим, поступает злобно, потому что у него что-то на душе плохо. Тяжелое чувство, социальное чувство. И на все эти шкалы есть свои вопросы. И таким образом мы видим после обработки, где у ребенка, или подростка, или взрослого наиболее высокий индекс. И тогда работаем уже прицельно. Не в общем и целом, что это неприятный человек, или он не умеет общаться. А эта методика позволяет прицельно работать уже с проявлением агрессии. В этом ее безусловная ценность. Вот мы с вами закончили про диагностику. Можно написать, пользовались ли вы чем-то уже, или может быть что-то свое, у вас новое есть. А мы переходим с вами непосредственно к практике. Здесь мы встречаемся непосредственно с теми детьми, которые есть в нашей жизни, в нашей педагогической работе. И учимся ответить, исходя из того, какой тип агрессии перед нами. Каждому ребенку мы можем применить то лекарство, смотря чем он болеет. И вот первый тип – гиперактивно-агрессивный ребенок. Что это за ребенок? Он и так расторможенный, он и так сложно подается дисциплине. И так, возможно, саморегуляция совсем сложна. И так он бежит сразу в четыре стороны. И если он еще использует агрессивные приемы общения, то это, конечно, целая история. Такой ребенок есть в коллективе детском. Ни в коем случае к нему нельзя применять дисциплинарные мероприятия. Давить, обращаться к совести. Нет, он не может себя управлять. Поэтому к нему только самое эффективное является поручение. Гиперактивно-агрессивный ребенок хорошо откликается на все возможные активности. Сбегай туда, расставь стульчики, принеси мне вот только эту игру, а не другую. Ты мой помощник, молодец. И помимо этого мы учим этого агрессивного ребенка навыкам саморегуляции в правилах. Эти дети, как раз, помните, мы с вами говорили про 5-6 лет, про 4-5, что мы должны освоить здесь правила. И эти дети пролетели, не смогли почему-то. Сейчас мы должны к ним вернуться. Через поручение мы снимаем экстренную помощь, когда он начинает уже закипать. А в дальнейшем разговариваем с ним о необходимости правил. Следующее. Агрессивно-обидчивый ребенок. Истощаемый ребенок. Эти дети раздраженные, отвечают грубо бывает, что-то там кидаются, плачут, потому что у них заканчиваются силы. У них есть чрезмерно чувствительные дети, быстро истощаемые. С ними хороши все игры на кричалке, бросалке, валялке. Такие дети, в моей практике, любят поваляться на полу, броситься, сделать, давайте сделаем кучу малу. С удовольствием разрешайте этим детям проявить то, что им необходимо для восстановления. Другое дело, что там должно быть тоже правило, чтобы агрессивные дети, гиперактивные, агрессивные, не подключились и не превратили это все в свалку. Затем агрессивный ребенок с позиционным вызывающим поведением. Это те самые негативные лидеры, которые являются головной болью в подростковый период. Но они же такие не с самого начала выросли вдруг. Это же было в детском саду какие-то намеки, в начальной школе какие-то намеки. И вот нам с вами задача не закрепить это поведение, чтобы ребенок не привыкал всегда быть в оппозиции, быть умнее взрослых, быть на шаг впереди него, всячески обсмеивать. Таких детей мы всегда привлекаем в сотрудники, помощники. У них действительно много энергии, они действительно обладают хорошим интеллектом зачастую. И с ними можно советоваться, предлагать и подхваливать, давать эмоциональное подкрепление за то, что они помощники. Они по-прежнему осуществляют свою руководящую роль среди детей, но уже по вашим правилам. Это спасение, конечно. Агрессивный, боязливый ребенок. Итак, это ребенок с фобическими проявлениями. Конечно, дети всегда следствие семейной истории. Наверняка там есть, если не родители, которые вы видите живем, то бабушка какая-нибудь, которая закрывает на все замки, которая не разрешает ездить в лифте, потому что кругом маньяки, которая рассказывает про то, что позвонили, и черная рука залезла, и все случилось. То есть надо идти как к работе со страхами, прямо напрямую к этому страху, доводить страх до абсурда, сделать его почти невыносимым, вот на грани, почувствовать ребенка на грани фола и преодолевать вместе с вами. Конечно, попутно обязательно сообщать об этом семье, чтобы они тоже не лили в мельницу, лили воду на мельницу вот этих фобических проявлений, а старались также преодолевать. Конечно, работа комплексной с семьей. И здесь один ребенок только работа с его страхами результатов не даст. Надо, чтобы взрослые в семье ребенка озаботились тем, что пора, пора его социализировать, помогать ему быть как все, не бояться быть крепким мальчиком, хорошей девочкой, отвечать громко и так далее. Следующий тип – агрессивно-бесчувственный ребенок. Сложные дети не замечают, что они делают больно. Буквально на недавнем прошлом, на прошлой неделе у меня была детская группа, которой надо было в игре передавать мяч словами. Вот один ребенок бросил этот мяч не в ручку следующему ребенку по кругу, а в лицо, потому что ему так захотелось. И он не чувствует, что это больно другому. Конечно, его потом не берут уже в игру, они как-то стараются, дети от него держатся подальше. А это его еще больше заводит, он еще сильнее приближается. Здесь также правило. В принципе, такой основной принцип – это помогать ему развивать эмпатию, посмотри, как к другому, что он почувствовал смех на его лицо, он расстроился, и держать ответ за свои негативные поступки, агрессивные поступки. Извинись, пожми руку, скажи, что я так больше не буду и так далее. Вот основные типы детских реакций, агрессивных, которые мы должны с вами заранее подумать. Какой тип сложного у ребенка в той или иной у меня детской группе. Мы переходим к следующему пункту. Итак, непосредственно реагирование ВКонтакте. Вот случилась авария у вас, случилось агрессивное действие. Первое – оценить экстренное реагирование. Если это незначительная агрессия, если все потихонечку успокоились, конечно, краем глаза мы там посматриваем, но смотрим, что все затухает. Все. Потихоньку игнорируем. Также переключаем внимание. Помните, мы сами об этом говорили в определенном возрасте. Помоги достать мне, пожалуйста, ты выше меня. Или позитивное обозначение поведения. Мы сами к этому еще вернемся. Ты злишься, потому что ты, например, устал. Или ты сейчас расстроен. Называем слово. Затем, если все-таки случилось так, что у вас не незначительный вред, а вполне себе агрессивное поведение. Один трет ладошкой свой лобик, один плачет, один там говорит, ты чего? То есть назревает конфликт. Обязательно сказать. Сейчас ты ведешь себя агрессивно. Констатирующий вопрос. Ты злишься? Больше так. Ну, походу, ты злишься. Постарайтесь, например, раскрыть мотив поведения. Что ты хочешь продемонстрировать? Ты сильнее? Или ты хочешь обидеть этого ребенка? Обязательно. Здесь очень важный пункт. Обнаружение собственных чувств. Мне не нравится, когда с Антоком Тони говорят. Я сержусь, когда кто-то громко кричит. Апелляция к правилам, когда мы с тобой договаривались, так не будет. Если только это не... Иперактивный ребенок. Они правила не держат. Также любой конфликт закончится быстрее, если вы сохраняете спокойствие. Это очень важный момент. Мы с вами тоже люди. У нас такие же эмоциональные реакции, такой же эмоциональный мир. Мы с вами должны сохранить свое спокойствие, свою гармонию. И здесь, если ребенок демонстрирует такое поведение, с которым вы не согласны, у вас тоже вызывает раздражение, возмущение, страх, беспомощность. Первое, вы должны про это сказать. Когда мы говорим это вслух, соответственно, этот импульс такой... Резкий теряет власть над нами. Мы можем это хотя бы придержать, не отвечать, не давать импульсивно-эффективную реакцию. Попробовать сказать словами. Что с вами? Я растерялась. Я сейчас, знаешь, тоже разозлилась. Я возмущен. Когда мы удержались от импульсной-эффективной реакции, ребенок тоже может удержаться. Здесь принцип зеркала. Вы удержались, он тоже может дальше удержаться. Это очень важно. Снижение напряжения. Что нельзя делать? Вот если вы попадали в аффект, сразу повышать голос. Ты что, быстро! Я сейчас тебе! Или окрик, или такой указующий жест, агрессивное, замахивание, только раззадорит, только раззадорит ребенка. Или выйдет на новый уровень ваш конфликт. Или ты как всегда, или ты как всегда, я тебе сейчас, команды, требования. Все это не работает в такой экспресс-реакции. Обсуждение проступка ребенка только после. Мы с вами тоже люди, да, и тоже возмущены, и там накапливаем негативные эмоции. Когда придет законный представитель ребенка, это родитель или кто-то еще, обязательно без свидетелей наедине ребенок и его законный представитель сообщите, что случилось, и обсудите негативные последствия его агрессивного поведения. Чтобы у нас не случилось вот это социальное научение. Я поступил так, как, помните, в теории, да? Я поступил и добился своего. Значит, это допустимо, значит, так можно делать. То есть не допускайте положительного закрепления. Чтобы были последствия, тоже для ребенка неприемлемые. Еще один пункт очень важный. Сохранение доброго имени ребенка, его положительного такого имиджа, репутации. По кругу детей, чтобы потом решать более серьезные вопросы с изоляцией, буллингами, сгоем, и там социальными всеми неприятными моментами в детской коллективе. Потому что дети, конечно, не ангелочки. Они бывают жестоки друг к другу. Один сегодня оступился, другой завтра. Чтобы мы не накапливали это, стараться сохранять доброе имя ребенка с такими вот подбадриваниями. Ты не хотел. Случайно получилось. Но с глазу на глаз сказать, что да, вы понимаете, что вы не наивная тетенька, чукотский юноша, чтобы вполне себе понимать, о чем идет речь. И больше этого не допустите. И демонстрация неагрессивного поведения вас, конкретно вас. Когда вы слушаете неэффективно, просто даете выпустить пар ребенку в вашем присутствии. Эта пауза дает ребенку возможность успокоиться, взять себя в руки. И прояснение ситуации с помощью наводящих вопросов. Признание чувства ребенка. Ты разозлился. Да, тебе тоже было тяжело. Ну что теперь, тебе не нравилось, это не понравилось. Но так нельзя. Давай подумаем, как это можно сделать. Если повторяющая ситуация же часто бывает. Вот когда мы с вами экстренно отреагировали уже, мы понимаем, что у нас в коллективе есть такой ребенок, а может быть не один. Тогда мы с вами начинаем изо дня в день, из недельки в недельку или какой-то определенный режим, какой-то момент проводить профилактические мероприятия. Первое – это сказка терапия. Кто владеет – это прекрасный метод. Прекрасный. Там всегда добро побеждает над злом. Все агрессивные действия потом были посрамлены. Можете сказку, кто владеет, сочинайте сказку сами. Сейчас очень хорошие наборы сказка терапии. Мастер сказок, с метафорическими картами можно пользоваться. Дети выбирают три карты с этого набора и раскладывают свою сказку, сочиняют. Тем самым, помните, происходит момент продуктивного отреагирования. То есть то, что происходит у нас внутри, мы выводим наружу через даже картинки, через сказкотерапию, через рассказ какой-то, через историю. Затем, все игры на освобождение напряжения. Бросалки, кричалки, подушки. Но в рамках того, что вы задали, в рамках правил. Иначе, помните, очень было популярно в Японии. Очень были популярны комнаты гнева, где была фигурка начальника, можно было палкой взять побить и так далее. К сожалению, этот способ, если он только единственный, ведет к распуску агрессии, к распуску гнева, к уже неуправляемым реакциям. Поэтому бросалки, кричалки, битье подушек в рамках правил, которые вы задали. Например, цыплятки. Вот мы порвали, собрали, собрали, поклевали, поклевали. Пальцами сильно пол там постучали. Сильно разорвались точки, собрали. То есть это должно быть фиксированное время, фиксированное правило. Вот перед вами примеры. Цыплята. Все игры с командами «Стоп, замри». Например, небезызвестная нам игра с детства. «Море волнуется раз». Или так далее. На движении «Шел, шел, шел, замер». Или «Ночь и день». Дети должны учиться себя саморегулировать. Замереть телом. Затем. Где прячется злость? Где прячется в теле твое чувство? Сейчас мы конкретно про агрессию говорим. Где это прячется? Детям очень интересно это. Это такая увлекательная, такая телесная практика. Закрытыми глазами вы называете чувства какие-то. Ну, конечно, с предварительной подготовкой. А дети на ощупь трогают свое тело. Где у меня живет злость? Где у меня сейчас живет радость? Не открывая глаз, пальцами указывают себя или проверяют в плечиках. Нет в шейке, нет в голове. Всегда эта игра приносит позитивный настрой и радость. Все игры с песком, глиной и рисование – это то, что способствует продуктивной выработке, выражению негативных эмоций. Любых. В частности, агрессии. И ролевые игры с игрушками. Здесь разыгрывание то или иной под вашим контролем или когда вы завели это уже неприятной ситуации, агрессивный там какой-то конфликта, позволяет ребенку быть режиссером. И он может отвечать за все фигуры и за агрессора, и за жертву, и за сторонних, и за те, кто его замочило, те, кто были нечаянно втянуты. И позволяет формировать вот эту эмпатию. Очень важные качества. Тем более она легко нам доступна. Вот с приемами агрессии мы заканчиваем. Надеюсь, что вы вспомнили. Теперь о себе любимых. О себе. Конечно, кричалки, бросалки, глины, краски нам тоже, как людям, приемлемы, как профилактика, да? Но что же делать, когда мы оказались непосредственно в конфликте? Первое. Агрессия – это нападение. Нам хочется защищаться. Наши кулаки автоматически сжимаются. Челюсти тоже сжимаются. Стряхните руки, как будто стряхиваете водичку. Это минут, это прямо секундное дело. Позволит вам снять такое вегетативно-телесное напряжение, да? Чтобы эмоция не поселилась в теле. Стряхните, вздохните, как будто зевок или так вот. Челюсть освободится. У вас не будет возможности сжать зубы и настроиться на отпор. Отпор. Пальцем прикоснитесь к своим губам. Вот так. Ой, что-то там у меня. Ой, даже не знаю, что это. Даже можно без каких-то комментариев. Здесь много на лице у нас серьезных нервных окончаний, которые тоже позволяют вернуться в свое тело, чтобы мы из состояния аффекта вернулись в такое трезвое состояние, рабочее состояние. Заранее тренируем реакцию на конфликтные ситуации. Мы же знаем своих детей, знаем своих коллег. И можем себя настроить, чтобы не попадать в аффект. Как это можно сделать? Можно вентилировать слова. Представить, что между вами и обидчиком или между детьми вентилятор, который сильно дует воздухом, и все слова улетают, и как будто к одному от одного улетают, а к другому не прилетают. Вот и все. И всем хорошо. Ой, ой, плохо слышно. Ой, 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 все улетело. Как будто игра, но в то же время хороший способ саморегуляции. И также мы с вами облекаем свои чувства в слова. Неважно, какое это чувство. Попытайтесь назвать его. Назвать. Это сразу снижает импульсивность и аффект. И вот власть над вами, конечно, будет в негативных переживаниях снижена. К сожалению, сейчас детский коллектив и конфликтов в коллективах не остается сам по себе в вашей власти. Подключаются и родители. У нас с вами работа с родителями. Что мы можем сейчас делать? Первое. Когда вы берете детский коллектив, сразу говорите о правилах работы. Когда возникают конфликты между детьми. Вы можете, дорогие родители, поругать ребенка другого или с ним разбираться только в присутствии взрослого с той стороны. Взрослого со стороны обидчика. Это первое железное правило. Второе. Обязательно обращаться сначала в воспитатель, в административной линии. Чтобы не было сразу перехода на личности. И третье, отсюда уже вытекает. Вы должны раз и навсегда завести правила поведения деловой переписки в чате. Сейчас только соцсетей. И так они там все вопросы решают. Вы должны жесткой рукой сказать, дорогие родители, у нас с вами это деловая переписка. Если я вижу грубости или переход на личности, то этот чат прекратит свою работу. И вы будете спрашивать, только приходя, какие-то новости узнавать только непосредственно в группе или там в классе. И все. Этот удобный канал закончится. Это канал для делового общения. Вы управляете процессом. Вы можете это все сделать. И сразу этот вопрос обсудите. Поставьте строго его. Ну вот, пожалуй, и все, что я хотела бы сказать вам. Надеюсь, что тема у нас раскрыта со всех сторон. Мои контакты, если что-то надо вам сказать перед вами, если что-то требуется тема серьезного рассмотрения. А сейчас у нас есть несколько минуточек. Минуточек, если вам нужны вопросы, ответить. Вот вы их формулируете. Мне кажется, что мы с вами обсудили все стороны этой темы. Посмотрели и на детей, и на родителей, и на себя, и на теорию какую-то, которая может вам помочь. Презентацию вы можете здесь скачать. Пожалуй, у меня все. Спасибо вам за внимание, дорогие участники. Могу вам порекомендовать литературу устно. Есть много авторов. Конечно, о теории мы не можем вникать, тратить на это время. Но есть прекрасные авторы практики. Монина, Лютова, работа с агрессивным ребенком. Там непосредственные упражнения. Игротерапия с агрессивным ребенком. Прекрасные упражнения. Любые арт-терапевтические техники вам хорошо помогут. На этом заканчиваю нашу встречу. Приятным было ваше внимание. Всего доброго. Следай слов.